Покровский кафедральный собор приводят в порядок. Это памятник архитектуры федерального значения. Церковь была построена в 1861 году. Поскольку это объект культурного наследия, было принято решение отреставрировать его. В этом помогает проект партии «Единая Россия. Историческая память». Его задача обеспечить проведение реставрации памятников истории и культуры. В Покровском кафедральном соборе уже восстановили фасад здания, установили колокольную из меди и приступили к золочению центрального купола. Закончить работу и подрядчики обещают к концу лета 2020-го. «Можно что-то было сделать быстрее гораздо и может быть даже дешевле. Но из-за того, что мы делаем объект культурного наследия, мы должны выполнять именно тем образом, которым делались старину. И чтобы внешний вид был такой, как он был изначально». Еще одно культурное наследие – здание, в котором сейчас располагается строительный колледж на Фрунзе-116. В 1919 году здесь находился штаб Южной группы Восточного фронта под командованием Михаила Васильевича Фрунзе. В здании до сих пор сохранились элементы богатого декоративного оформления. Сейчас тут проводят реставрацию фасадов и кровли. «На самом деле здесь жесткий контроль по объектам Самары, поэтому здесь все объекты будут сданы в срок. Мы контролируем выполнение работы». Ремонтные работы ведутся в Иверском монастыре. Здесь обновляют трапезный храм. «Подрядчик реставрирует фасад здания, делает внутреннюю отделку интерьеров, приводит в порядок кровлю. Также здание храма необходимо оснастить автоматической пожарной сигнализацией. Все работы должны быть завершены к осени следующего года». «Везде, где мы сегодня побывали, работы идут в графике. Качество работ везде достаточное, нормальное. Каких-либо сложностей между пользователями и подрядчиками не возникает. Наоборот, мне кажется, за это время пользователи с подрядчиками уже и подружились. Ну а главная наша задача – качественно, срочно, максимально быстро завершить реставрацию знаковых не только для нашего региона, но и для всей страны в целом объектов». В целом в Самаре на сегодня реставрируется шесть объектов культурного наследия. На эти цели по федеральному проекту «Историческая память» предусмотрено 300 миллионов рублей. В планах включить в программу и начать ремонтировать в 2020-м дачу со слонами и декад Дзержинского. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События.